всем привет со мной сейчас вадим вадим здравствуй расскажу краткую предысторию кстати едем мы по переулку холмска и сейчас повернем направо на переулок на улицу сеченова вот расскажу краткую предысторию мы снимали интересный ролик достаточно про краснодар с дмитрием и вот мне написал в комментариях вадим что он тоже недавно минут вернулся из краснодара и хочет рассказать тоже свою историю свои какие-то размышления интересную информацию может быть для вас а в чем то может и предостеречь предостеречь также вас вот вадим расскажи вкратце вот как у тебя все получилось сколько тебе лет чем ты здесь занимался когда уехал никогда вернулся так ну получается мне 28 было когда мы туда переезжали переезжали мы с семьей то есть у меня один ребенок на работал я в тот момент ржд как бы нормально зарабатывал дополнительно занимался там еще автомобилями то есть как бы жили нормально жена тоже работала на государственном предприятии нормально зарабатывала бухгалтером ребенок ходил садик то есть все как у всех ну родители у меня уже давно живут в краснодаре они туда перебрались 6-7 лет краснодаре и соответственно мы туда тоже семьей как бы раз в год всегда ездили в отпуск в отпуске все нравилось все было хорошо в один прекрасный момент просто я приехал с очередного отпуска и решил вот так вот все переезжаем ну и все мы как бы у нас квартиру к сожалению не было на тот момент то есть мы снимали поэтому он долго не приезжая долго не собирались там уволились с работ продали машину это было когда это было в 2000 мы уехали получается в январе 2018 начале января то есть новый год отметили год назад где-то да то есть 2 января мы вылетали с аэропорта 2 января все я понял и получается вернулись обратно 25 декабря то есть без недели ровно год мы там прожили ну вот расскажи вкратце как бы как вы туда приехали обустроились какие были вот ощущения ну мы сразу для себя решили то что мы приедем нам нужно будет купить машину снять квартиру на первое время в дальнейшем планировали покупку квартиры там устраиваться на работу ребенка в садик с пропиской проблем не было ну потому что мы знали что нас пропишут то есть мы приехали туда принципе быстро достаточно прописались купили машину ну сняли квартиру по улице черкасской то есть это буквально ну какой район при кубанский при кубанский кубанский район хотели снять микрорайоне московском там мои родители просто живут ну там не получилось достойных вариантов не было вот на черкасской подвернулся хороший вариант и сняли там недалеко было от московского там поэтому решили снять там ну и все и начали искать работу какую ты работу искал кем хотел устроить хотел устроиться инженером ну я инженером устроился но не сразу просто то есть я времени до понадобилось полгода полгода ты искал работу да то есть были работы я находил кое-какие работы но это три-четыре дня я понимал что это не тот вариант быстро сразу как бы уходил какие зарплаты вообще у тебя получались и в том числе инженером потом ты устроился если не секрет на какую ну вот я устроился у нас было получается головной офис был в санкт-петербурге это была питерская компания я туда в питер летал кстати тоже от компании ну зарплата была вот полгода там отработал я получал 35 ну и плюс мне иногда еще не приходилось на своей машине ездить еще тысячи две давали на бензин ну разговаривая со многими людьми то есть для меня но это небольшие обычные деньги когда я говорю разговаривал со многими людьми не горит это что это ты зарабатываешь очень хорошо ты даже то есть по местным меркам считается с кем я не разговаривал ним прям все в один голос стердили что это очень хорошие деньги что не крупному повезло а жена устроилась у меня сначала бухгалтером у нее начался сразу хороший прям карьерный рост она буквально отработав месяц ее повысили до начальника отдела буквально еще через месяц у нее было повышением до заместителя главного бухгалтера по 8 да то есть но дело в том что она зарабатывала ну прям у нее зарплата была на 30 тысяч заместителем главного бухгалтера зарплата было 30 это после всех этих после роста да уж и до сначала когда она пришла она вообще зарабатывала 22 где-то 22 23 тысячи и постепенно постепенно вот уже крайне заработанным было 30 тысяч то есть у вас в принципе семейный бюджет и складывался я так понимаю мы зарабатывали ну как-то эти эти деньги их все равно не хватал то есть их прямо категорически не хватало потому что у меня у зарплата складывалась из трех частей то есть это было вообще крайне неудобно то есть я не получал аванса зарплаты я получал какую-то черную часть потом официальный аванс официальную зарплату то есть это было мелкими частями это было крайне неудобно потому что надо было оплачивать съемную квартиру нужно было бы сразу эту сумму вклада и вот приходилось как-то постоянно вот так вот годы изымать как-то перекручивать и денег не хватало постоянно так были не снега когда если как мы привыкли жить здесь то можно сказать их не хватало да то есть на какие-то вещи мы уже просто стали внимание не обращать это уже живем доживем скажем хорошо ну хорошо с деньгами понятно как вообще в целом краснодар вот именно вот в плане жития сначала первые два месяца наверное это было какая-то эйфория наверное то есть у меня там я опять же говорил до родителя жил папа мама дядя у меня там живет ну тоже семья там сначала вроде вроде все неплохо в общем вы были рады так ну точно позитивно сначала вроде да потом когда начались трудности с работой то есть я не сразу да нашел работу я же сначала одна потом другая началась какая-то легкая паника наверное то что все плохо ну а я действительно много прошел предприятия прям не только там вот по сайтам режимы скидывал я прям реально ездил в предприятия стучался прям приходил то есть ты не сидел на месте активно не ездил на машине стучался заходил везде как у вас с вакансиями на меня смотрели прям ездил сразу скажу ездил в гибдд местное кое-как непонятно я туда прошел когда я постучался мне сразу поселят и от кого я сказал да нет кого сам очень часто звучал такой вопрос не часто но часто ну пару раз было что ты от кого пришел то есть я сказал я сам от себя у меня вежливо так сказать отправили сказали нам свои делать не буду ну и поэтому потом наступил какой-то вот момент когда показалось все плохо слушай ну как все плохо у вас у тебя работа есть у жены есть там не ребенок пристроен а потом потом ребенка кстати хочу сказать мы пристроили тоже не сразу у нас потому что нам нужно было в садик его пристраивать и нам давали ответ сначала нет потом опять нет и уже на 1 3 сколько времени чтобы устроить ребенка в садик месяца два с половиной но опять же нам сказали что он у нас был потому что уже дошкольник поэтому мы обязаны были взять и но все равно два раза отказывали отказывали два раза а потом уже когда вроде бы устроились начали потихоньку работать ну вроде опять все стало вроде неплохо ну работа есть вроде квартиру снимаю до какого-то времени ну все равно хабаровскую всегда скучал наверное большую часть времени все равно скучал потому что у меня хобби еще все таки рыбалка я очень живем хабаровске последние годы очень сильно улегся улегся рыбалкой да нет друзей здесь много знакомых товарищей с которыми мы вместе ездили на рыбалку когда я кинулся там искать какие-то места куда-то ездить то я просто понял что там все платно и все места отдыха они не бесплатно то есть куда-то поехать нужно везде заплатить как мне в этом сказали что все речки все близлежащие места отдыха их просто сдали в аренду частникам участники поставили там шлагбаум и то есть везде есть подъезд к речке стоят шлагбаум какие-то либо будки когда же просто не можешь подъехать они горел же рыба куда-то даже если ты подъехал где потом подойдет дядечка и даст приз куран расскажет ну вот только то сколько то ты должен например за за ночь там у тебя стоит лимит по вы вы бы также в некоторых местах не везде в некоторых мне как-то принципиально не хотелось платить потому что ну я не привык так давай привычки да да и тоже очень-очень это не нравилось прям прям не нравилось расскажи про сам краснодар что тебе нравилось там и что тебе не нравилось там плюсы конечно конечно есть плюсы такой плюс а вот элементарно да вот близость к морю да вот то что ближайшее море действительно вот жука да не выездили на мы ездили на море не так часто как хотелось потому что действительно летом это ужасные пробки до морей то есть это нужно либо знать время в какое ехать там четыре часа утра в пять утра многие не готовы в такое время их мы тоже не были готовы вставать в четыре утра чтобы поехать на море поэтому мы выезжали ну восемь девять утра вставали в огромную пробку добирались эти сто километров мы могли пять часов ехать могли четыре часа и как повезет то есть это зависело от времени а дня недели то такого ездили в геленджике были пару раз опять же ну когда мы приехали только купили машину это был получается январь-февраль месяц мы тогда тоже поездили по морям и тогда правда без пробок нашим на работу не устроились и покатались посмотрели как живет геленджик и она по именно вот январь-февраль месяц я был конечно разочарован потому что это были реальные деревни то есть мы приезжали там нечего делать вообще просто тишина там идет человек там человек ну как деревня какая-то не знаю просто бабушка там с дедушкой где-то идут гуляют вдоль моря то есть я просто до этого ездил в анапу и геленджик летом я видел что там творилось летом да какая там была движуха и сравнили мы когда приехали зимой что там ну это просто унылая деревня скажем так так что для плюсов в общем получается что можно на море съесть можно если опять знать в какое время можно до съесть близко получается все-таки много были вот этих больших торговых центров это тоже кому-то плюсы да кому-то может настолько плюсы но все-таки их много и действительно можно покататься посмотреть какие они большие погулять то есть там прям выставки проходят всякие в этих торговых центрах магазинов много продуктовых что женой тоже постоянно затаривались продуктами ходили много свежих продуктов везде много всяких фермерских магазинов где можно купить там разнообразные продукты выбор большой и соответственно в этих магазинах мне что понравилось у них постоянно скидки прям на большую группу товаров скидки можно жить можно жить на скидке да в принципе так и приловчились в последнее время да и карточки были в продуктовых магазинах скидочные карточки то есть что у меня что у нас что у нас практически нет нет мопроводения да чтобы на продукты была скидка причем хорошие скидки в той же ленте там на продукты прям сколько пять процентов но я в процентах не помню если честно сколько там процентов ну когда мы подходили на кассу то есть я помню мы один раз взяли продукт у нас вышло на пять с половиной тысяч и по итогу мы отдали около трех двести трех триста прям прям весомая скидка была один раз правда прям не это запомнилось опять же климата если плюсы кому плюсы кому минусы мне вот как оказалось мне этот климат больше в минус чем плюс то есть вот вот перед выездом крайний месяц просто декабре не было солнца вот тут не было мы каждый день просыпались мы уже принципиально просыпались открывали шторку игр о опять хмуро опять хмуро ничего но просто либо дождь а как еще оказалось выпал снег такой хороший выпадал там в этом в том году получается прям чем там было больше снега чем хабаровске тогда я еще звонил сюда в хабаровске у нас до сих пор снега нет игру зато здесь выпал детишки прям по выбегали довольны начали лепить там снеговиков то есть люди прям во дворах начали переобуваться прям вот как-то а во что тебе в минус климате вот именно я не знаю наверное за столько лет жизни хабаровске я привык солнцу даже если тут зима то тут много солнца то есть там меньше с вами не знаю может мы попали мы попали в такой год ну зимой вот именно зиму зимние ну то есть зимние месяца там просто для меня показался дефицит солнца меня родители ну там же остались могут созвонились на новый год у них шел дождь после нового года вот мы буквально вчера разговаривали мама говорит вы как уехали до сих пор солнце ни разу не было то есть от этого какой-то уныние что ли то есть это плюс на черкасской где мы жили как-то с пешеходными дорожками какие-то проблемы были и прямо грязь слякоть и мне это прямо крайне не нравилось летом это прям жара была причем жара тебе как да тяжело даже не в моем возрасте машина с кондиционером да ну это было так что ты с утра просыпаешься просто включаешь кондиционер стоишь пробки на работу доезжаешь в пробке до работы включаешь там кондиционер и вечером приезжаешь история такая же за залетаешь домой включаешь два кондиционера и все я просто до следующего дня до рабочего я из дома не выходил нет и ну было прям тяжело прям дышать было нечем воздух прям горячий ноги прилипали к асфальту то есть мне это прямо не нравилось прям очень тяжелая жара духа так хорошо из плюсов еще есть что-то что ты себе запомнил все-таки много красивых мест я хочу сказать есть куда съездить при наличии машины если наступают выходные дни только вот минут ездили например горячий крыш нам очень нравился очень красивое место очень классная природа то есть мы там были два раза гуляли прям чистый воздух очень красиво то есть если сравнить хабаровсками но не много таких на относительно недалеко от города ну final и path из у нас есть да и много паргайского тоже если самого города говорит и за городом ну то есть есть красивые места их прям много куда можно съездить опять же если ты хочешь постоять в пробках куда-то выехать за город пожалуйста то есть наверно на этом для меня все. Хорошо, давай тогда теперь вот как раз, что тебе не нравилось там. Ну, про погоду ты сказал уже, что это и плюс и минус. Да, это не моя погода, то есть кому-то может так нравиться, но мне не понравилось. Я думаю, вот кто за городом живет или в пригороде, в своих домах, там, наверное, как-то это легче может пережить. Ну, у нас были такие родственники, живут, они живут в станице Елизаветинской на дачах там, они переехали относительно недавно, получается, это, наверное, года два-два с половиной они как живут в Краснодаре, они уже пенсионеры, кстати. Первые полгода они просто, я скажу, были благематом, то есть им тоже не нравилось, но в дальнейшем, когда я их спрашивал, как вам, они просто не говорили, что нам нравится, они просто сказали, мы привыкли, привыкли, не было слова, да, нам все нравится, хотя у них свой дом, они пенсионеры, они никуда с этой станицы, ну, выезжают очень редко в город, то есть они вот, у них там рынки, ну, станица Елизаветинская, она очень такая, мне тоже понравилась, такая прям свои рынки, свои там супермаркеты, прям такой городок, скажем так, поэтому они там живут в этой станичке, ну, сейчас привыкли, как говоря. Я там, кстати, тоже жил немножко и удивился, что вот мы познакомились с хабаровчанами, и вот она шла и здоровалась со всеми, я говорю, это вот кто, с кем вы здороваетесь? Это все, которые тоже приехали из Дальнего Востока или из Хабаровска, то есть они, получается, как бы между собой там общаются, ну, а вот с новыми людьми тяжеловато, получается, вот, сконтактировать. Ладно, я перебил, давай рассказывай. Да, допускаю, допускаю, конечно, общение, там есть целые группы, даже есть люди по WhatsApp, вступают в группы, переписываются, но это люди, которых все равно уже взрослые, у них сложились свои стереотипы, у них тут где-то остались свои друзья, ну, немногие, все равно это общение ограничивается, ну, я так подразумеваю, ну, каким-то вот просто общением, и не более, не встречами, не посиделками, не какими-то... Просто переписывающими. Да, и не дружескими какими-то отношениями, ну, то есть просто переписываемся, да, там, как-то, какая-то, может, поддержка и есть. Хорошо, какие еще минусы, что тебе не понравилось? Мне не понравилось, что нет парковок в городе, то есть я не беру в счет крупные торговые центры, такие как там СБС, Ашаны, там, Азмолы, то есть там есть парковки. Я беру именно, вот, больницы какие-то, вот, в частности, на Черкасской была больница, я не помню, какая она там больница, но она крупная. Рынок Вишняки, да, вот, то есть я по первости, когда проезжал, я обращал внимание, стоят люди с какими-то бумажками, газетками и машут руками, причем один за одним. А я сейчас вот думаю, что они машут, для чего они машут. Как выяснилось, они машут, зазывают на парковке. То есть это платные, наверное? Платные. Чтобы подъехать, то есть мы были два раза на Вишняках, сами, ну, два, уж три раза. И все три раза моя парковка, чтобы туда подъехать, бесплатная, ну, занимала, наверное, от получаса до 50 минут, скажу, потому что я принципиально не хотел платить деньги, потому что я не знал, сколько я там проведу времени. Не привык к тому, что нужно везде за стоянку, то есть если мне в день нужно съездить в больницу, после этого поехать на рынок, то есть, наверное, нужно с собой рублей сразу 700-800 только на парковке возить. То есть бюджет нужно закладывать прямо на парковке? Да, получается так. В центре парковок просто, если брать улицу красно, то есть у меня мама работает просто на улице красной, мне периодически приходилось ездить ее забирать с работы. И бывало так, что я подъезжал пораньше, и я не мог просто никуда встать, припарковаться. Платные места, опять же, ну, я принципиально не платил за них. То есть, если ты хочешь с семьей поехать погулять по улице красной, опять же, бесплатно машину там нигде не поставить. А вообще не знаешь, какие цены примерно там на парковке? Вот тебе надо одеться и парковаться сколько лет? Ну, вроде как слышал, что 100 рублей в час. А, а. Хорошо, а еще какие какие-то моменты? Ну, зарплаты низкие. То есть, все равно здесь ты намного больше зарабатывал? Ну, да, и здесь зарабатывал больше, здесь у меня было больше возможностей. Может, какая-то то, что еще поддержка была, то есть, что с друзьями, с товарищем где-то вместе, какими-то, ну, что-то как-то получалось заработать, да. Плюс официальная работа, я, ну, был достаток больше здесь, да. И при этом этих денег, то есть, тех более малых денег там не так хватало, как здесь вот этих более больших. Здесь же все дороже все. Да, вот дело вот как раз таки в том, что цены в Краснодаре, они не такие-то сладкие, они выросли и растут там, ну, как на дрожжах, потому что мама у меня работает в торговле, и она сама просто приходит и говорит, вот к нам приехали опять новые поставщики, и сейчас цены вот такие-то. И она говорит, я уже не успеваю за ценами. Они ценники переделывают, наверное, там, ну, каждую неделю, каждые две недели они ценники переделывают. Цены растут. И растут они, ну, то есть, достаточно интенсивно. А как по сравнению с Хабаровскими? Вот они дешевле на сколько в среднем проценте? Не могу сказать в среднем, ну, потому что у меня как-то более жена занимается покупками, ну, приехав сюда, мы вот пошли по магазинам, и она говорит, ну, что-то дороже, что-то так же по продуктам, а даже встречалось что-то и дешевле. То есть сказать, что прям там сильно дешевле? Нет. Такого нельзя сказать, что продукты сильно дешевле. Так же, как и недвижимость, потому что все-таки перед отъездом у нас встал вопрос, может, все-таки взять квартирку, ну, все-таки мы уже настроились о переезде в Хабаровск, мы уже знали, что мы уедем, но хотели взять квартирку там, однокомнатную, и я просто вспоминаю те цены, которые были раньше. То есть, вот дядя у меня там покупал двухкомнатную квартиру, я знаю, ну, вот он покупал двухкомнатную за миллион триста пятьдесят. В Краснодаре? В Краснодаре, да, не в музыкальном никаком, нормальный район, да, малоэтажка, она трехэтажка у него, большая, с двумя балконами, чистовая отделка. Ага. И я заложил такой бюджет, говорю, ну, давай вот возьмем, в принципе, на той же Черкасской, на Скосском микрорайоне, где там Артюшково, Котлерово, те улицы, однушку, пускай будет. И когда мы заложили бюджет миллион семьсот, нашли риэлтора, причем, опять же, через дальних родственников в Хабаровске, там есть тоже, оказалось, какой-то дальний родственник живет у нас там, мы с ней связались, попросили, рассказали, вот что ищем в таких-то, таких-то районах, она сказала, ну, да, попробуем. Там прошло какое-то время, она сказала, нет, за такие деньги вы в таких вот именно районах не найдете. Могу вам предложить поселок российский, либо, ну, не предложить, она говорит, вы за эти деньги, она нам не предлагала, говорит, вы можете, ну, мы-то уже знали, что это за район, что поселок российский, что музыкальный, ну, мы их просто не рассматривали. Да, мы рассматривали. А вот там, где вы хотели, какое, она сказала, сколько денег надо? Залаживайте бюджет, говорит, 2-2 200. Чтобы купить однокомнатную квартиру. 2-2 200, в принципе, у нас можно рассматривать. Не об этом, когда я по телефону тоже стал разговаривать с друзьями, они сказали, так у нас, в принципе, можно за столько же. Зачем тогда? И мы действительно подумали, а зачем тогда брать ее? Причем вот эта реклама сработала, люди туда едут, едут интенсивно. Разговаривал, видел порой, ну, гуляли так же по городу, гулял по району, видел машину с 27 регионом, там, с 125, подходил, пару раз к людям разговаривал. Вот с одним мужчиной мне удалось тоже поговорить, мы с ним минут, наверное, 20 поболтали. Он говорит, я переехал уже 5 лет назад, таксует. Ну, не помню, сколько у него, он сказал ему лет, на вид, наверное, лет 40, ну, 43. Он говорит, я как приехал, я, ну, то есть, все вот эти годы я просто таксую. То есть, он говорит, я попытался сначала найти работу. Вы, кстати, тоже на такси очень много перемещались, и прям большинство людей, даже вот именно с Дальнего Востока, Сибири, именно вот как раз таксисты. И я тоже пару раз попробовал. А, ты таксовал тоже, да? Да, два раза выезжал, то есть, ну, хотел как бы и город поизучать, может, какие-то с людьми пообщаться, ну, потому что приехали, ну, как бы, ни друзей, никого там нет, ну, как, одинокими себя почувствовали. Пару раз потаксовал, ну, постояв в этих пробках и поездив по этим вот дорогам, которые называют хорошими дорогами, они мне хорошими не показались. Ну, если сравнивать с Хабаровском, мне кажется, в Хабаровске намного лучше дороги. Не знаю, ну, кто-то говорит лучше, кто-то... Мне именно сами дороги в Краснодаре, может, тот микрорайон, в котором я жил, ну, я хотя во многих микрорайонах ездил, ну, там просто люк на люке, яма на яме, не знаю. Мне вот показались плохими дороги. И, постояв в пробках и при этом, как бы, там, особо ничего не заработав, ни с кем не пообщавшись, я эту идею просто сразу оставил. Я больше не выезжал, не таксовал, ни к чему это. Угу, давай. Ну, по ту же вот коррупцию много говорят, ну, лично я с ней не сталкивался, но слышал, как люди разговаривают, и был сам личным свидетелем, то есть, как давали взятку инспекторам, то есть, и они даже там особо не прячутся от этого, то есть, ну, просто я иду по улице и вижу, как человек протягивает деньги инспектору в окно, то есть, и я так постоял, посмотрел, то есть, это у них нормально, то есть, это нормально дать взятку, дать взятку в больнице, если ты там, ну, не дай бог, что-то у тебя случилось, по здоровью ты попал. Ну, рассказывали просто люди, то, что они ходят, вот, сами врачи смотрят на тебя такими глазами, пока ты им не дашь деньги, то есть, когда ты дал деньги анестезиологу, дал деньги врачу, дал деньги медсестре, все, все пошло, вокруг начали ходить, что-то спрашивают. Это нормальным давать взятки в больнице? Да, вообще, абсолютно нормальным взятки дать анестезиологу, еще кому-то, ну, здесь, возможно, может, тоже это есть, ну, я там это слышал прям вот очень часто, то есть. А вообще, скажи, вот, очереди большие там в ГАИ, там, в больницах и так далее? В ГАИ я менял права, то есть, у меня как раз подошел срок прав. Нет, я, в принципе, через госуслуги записался, подъехал в назначенное время. Все нормально? Да, все нормально, поменял без проблем. Без проблем? Да, без проблем, нет, каких-то проблем не вызвало. В больнице? В больнице, да, очереди большие. С ребенком, то есть, нужно было проходить медкомиссию, как раз садик, скажем так, это прям вот целая проблема, да, и поэтому многие, опять же, платят, чтобы сразу сделать... А электронных очередей не было, да? То есть, не слышал я в электронных очередях, там, возможно, есть, но я не слышал, то есть, об этом. Хорошо. Опять же, по количеству вот людей в садиках, в школах, да, детей, где-то вот, то есть, у меня вот ребенок ходил, их, насколько я, если мне память не изменяет, было человек 45 в группе. То есть, 45 деток, конечно, не все ходят, но в среднем всегда я приходил, в среднем, ну, огромные, да? Да, не меньше 35-36 человек, это прям вот, ну, не меньше всегда было. И вот, работав на работе, у коллег спрашивал, у многих уже коллег, дети в школы ходят, и там просто школы, вот, то есть, да, как мы привыкли, есть там А, Б, В, Г, Д, да, там классы, у них там доходило, там, чуть бы не до последней буквы алфавита. То есть, ну, от этого, соответственно, и уровень образования. Ну, это непосредственно за школу, вот, которая на Московской, к Кубанскому району относилась, вот за эту школу. То есть, вот именно вот у него там дети учились, у коллеги, он говорил, что там, он сам рассказывал, говорит, у меня дети ходят, какую-то букву он там называл, я говорю, так это же прям, ну, много, много классов. И он сам говорил, что я не представляю какой-то уровень образования, то есть, от того, что вот так все переполнено. Так, ну, вот скажи самое главное теперь, что бы ты порекомендовал людям, которые собираются переехать в Краснодар? Что бы я порекомендовал? Я бы порекомендовал просто не рвать сразу все, не продавать квартиры, не вывозить туда контейнера с вещами, а все-таки именно съездить и пожить. То есть, снять квартиру. Пожить сколько? Ну, хотя бы месяца три-четыре, чтобы, да, вот в это время поискать работу и понять, комфортно ли там жить или нет. То есть, вот, например, мы ничего не потеряли, мы с тремя чемоданами уехали, с тремя чемоданами приехали. Мы не продавали ни квартиры, ну, за исключением машины, да, только. Но многие все-таки рвут до конца, потому что, ну, срабатывают на эту рекламу дешевого жилья и, как выражение, если есть где-то на свете рай, да, это Краснодарский край. Вот это вот выражение многих, все думают, что там, ну, так сладко. Все-таки не нужно рвать до конца. Не нужно торопиться, нужно изучить, а лучше поехать и пожить, а потом, имея возможность вернуться назад. И не ждать, что там только просто все хорошо, но и учитывать вот эти вот минусы, да, которые есть и проблемы. Конечно, конечно, да. Я, честно сказать, как бы не то, чтобы вот у нас уже второй ролик, да, выходит такой крупный насчет переезда в Краснодар. Я не против, чтобы люди уезжали, но я просто тоже призываю вас смотреть на место, куда вы едете, потому что есть много прекрасных городов, много прекрасных мест. Я ни в коем случае не хочу обидеть кубанцев или краснодарцев, но есть действительно прекрасные, замечательные города. То есть есть смысл просто поехать, поизучать и по климату, и в плане жизненных условий. То есть Краснодар, он просто действительно очень слишком быстро вырос и не успел приспособиться к этому гигантскому росту. Спасибо большое тебе, Вадим, за то, что ты согласился с нами съездить. Ребят, кто-то, если еще желает, пишите тоже в комментариях, почему бы и нет. Давайте обсудим эту тему. Может быть, кто-то захочет, кто сейчас живет в Краснодаре и кого все устраивает, тоже было бы интересно очень пообщаться. И сделать, может быть, ролик на эту тему. Всем хорошего настроения, не забывайте подписаться. Спасибо, Вадим, пока. Да, все, счастливо. Всем пока, прошу вас, уважайте наш труд и Вадима. И, пожалуйста, будьте вежливы и корректны, иначе просто буду банить нещадно. Всем пока.